Здравствуйте! В эфире Православная Красногория. Тема эфира сегодня – праздник Святой Троицы. Гость – священник Сергий Генчиков. Отец Сергий, сердечно вас приветствую. Здравствуйте, Отец Сергий. И хотелось бы поговорить с вами на еще один праздник, который относится к числу периода празднования Пасхи, периода цветной триоди. Есть такая богослужебная книга, где расписываются все службы, которые относятся к периоду от Пасхи до недели или воскресенья всех святых. И вот воскресенье, которое предваряет неделю всех святых, называется «Днем Святой Троицы, Пятидесятницы». Вот расскажите, что это за праздник, который так вот любим в нашем народе. Многие люди в этот день приходят с семьями, слава Богу, в храм, стараются поведоваться, причаститься. Я знаю, что в некоторых даже наших отдаленных регионах есть традиции, что раньше после службы все семьи ехали на пикник, чтобы время пробыть и на природе, и с семьей. Вот что это за праздник, почему он так вот объединяет людей? По-моему, сейчас эта традиция достаточно сильно возрождена. Здравствуйте, дорогие тела зрители, здравствуйте, отец Сергей. Слава Богу, да. Семейное – это точно. Потому что мы как-то с вами говорили о семье, о семье как малой церкви. И, конечно, главное, что есть у нас церковь сама по себе, большая церковь. И главное, откуда она взялась, церковь. И вот мы, если мы верующие, настоящие православные, то, конечно, мы открываем символ веры. Верой во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Вот эти четыре прилагательных, мы, конечно, понимаем, что церковь – это собрание, где люди собираются во Христе. По Завету Божьему, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас, и, соответственно, а где двести, а где пять тысяч, а где миллионы собраны во имя мое. Вот это и есть наша Церковь Божия, которая действительно есть с соном святых. И она есть воюющая, а есть торжествующая. На земле воюющая, на небе торжествующая. Ну, как уточнить, воюющая с кем? Вот. Главное, конечно, и мы знаем точно, нам точно написал святой апостол Павел, против кого у нас брань. Не против плоти и крови, а против меропроводителей мира сего. Такое интересное он говорит, да? Духов злоба поднебесного. Ну, я так сократил, но, во всяком случае, в кофесянном послании, в четверг главе, он пишет святой апостол. То есть мы, борьба наша против дьявола и его приспешников, демонов. Вот в принципе. А как можно бороться нам с ними, если они духи? А мы имеем тело немощное, да еще испорченное первородным грехом. Ну, потом мы, ладно, крестились, но все равно тело-то осталось. Оно тлеет, оно болит. В плюс ко всему, и главное, оно смертное. Во всяком случае, временно оно точно смертное. Это мы можем убедиться. Достаточно съездить на кладбище. Ну, в общем, можно убедиться. Сказать ленту новостей. Всегда можем убедиться, что оно смертное. И вот главное для нас, что для нас теперь есть, это то, что апостолы святые, они нам организовали Церковь Христову. А как это получилось? Ведь главное, что произошло в Сионской горнице, там, в Иерусалиме, в этой Сионской горнице произошло сошествие Духа на святых апостолов, Духа Святого. То, о чем мы говорили в прошлый раз, говорили о Вознесении Господне, что когда, если я не взойду к Отцу моему Небесному, то не снизит на вас утешитель Дух Истины, который от Отца исходит. Это очень важно. Но я должен там быть, чтобы он не сошел. И так и произошло. И вот это сошествие Духа Святого на апостолов, оно и предопределило появление Церкви. И это мы справедливо в народе называем это Днем Рождения Церкви. С Днем Рождения Церкви и поздравляем. Вот этой самой, Новозаветной, вот Ветхозаветной, и все кончилось в этот день, в День Сошествия Святого Духа на апостолов. В этот день апостолы приобрели то, что не было никогда и не будет уже у людей. Вот это апостольское. Ну, там есть определенные критерии, почему они апостолы именно. Они, во-первых, самовицы. Это обязательная программа. То есть они должны были ходить вместе со спасителями и быть свидетелями его жизни и его обучения их. То есть он их обучал. Когда он с ними ходил три с половиной года, он их обучил всему. Чему он их обучил? Обучил вот этой сложнейшей науке Царствия Небесного. Ну, как туда попадают? Кто туда попадает? Какие есть основания для попадания в Царство Небесное и чем оно отличается, ну, можно даже сказать, от Ветхозаветного Рая? Чем оно отличается от Царства Небесного? Тем, что там ты становишься частью Вселенской Церкви и вместе со святыми. Мы поэтому и говорим «со святыми упокой». Просим у Господа душу, рабатывая его, представившуюся ко Господу. Мы так и говорим «представился ко Господу». У нас нет как таковой смерти. Смерти где твоя жала, а где твоя победа? Только недавно, во время пасхального богослужения мы зачитывали слово святителя Иоанна Златоуста, где он цитирует пророка Осию. Где твоя победа? Вот эта победа над смертью, она сказалась целиком на апостола. И апостолы приобрели дары. Дары, специальные дары, которые позволили им идти и проповедовать дальше в Слово Божье, а во мир. И мало того, прям тут же это все и началось. Проповедь. Люди услышали шум, люди собрались на праздник Пятидесятницы, Ветхозаветный. Собрались на праздник Ветхозаветной Пятидесятницы, а пооказались на дне рождения церкви Христовой, Новозаветной. И Господь же не просто так сделал, чтобы все собрались. Ведь и распятие было, когда все собрались со всех городов, весь и приходили поклониться на праздник в Иерусалим, Пасхе. И обнаружили распятие и воскресение Христово. То же самое и на праздник Святой Троицы, или Пятидесятницы, мы его тоже так и называем. Люди на Пятидесятый день после Пасхи, они собираются в Иерусалим, ну то есть мы в храмы собираемся, и чтим вот это вот сошествие Духа Святого на апостолов. Они пошли проповедовать тут же. Апостол Петр вышел и стал проповедовать. Мы это читаем в книге Деяния апостолов. Книга, написанная святым апостолом и евангелистом Лукой. Но это как бы продолжение Евангелия от Луки. Очень емкое, но в то же время во всех подробностях описывающее, что же делали апостолы. Про собор апостолов в 50-м году, про то, как стал апостолом, присоединился апостол языков, ну так скажем, это апостол Павел. Как это все разворачивалось, это первые церкви христианской истории. И мы видели и гонения, видели и победы слова. христианского над языческим, даже над афинейским, то есть Афины над мудрецами. А кто побеждал? Побеждал Господь. Апостолы обладали вот этим даром. У них ничего больше не было. У них было слово. Но правда, они получили дар говорить на многих языках, на каких хочешь. И поэтому это тоже поразило людей. Когда апостол Петр начал говорить, и люди, собравшиеся, около трех тысяч человек, собравшиеся на площади, услышали каждый не то, что свой какой-то язык, а наречие своей деревни, можно сказать. Вот как у нас есть диалекты. И они все услышали каждый свое. Но это, конечно, был дар свыше, ведь Господь обещал апостолам, что лишь, то есть сверх того, чем я могу, вы будете делать. И если, допустим, людям, чтобы исцелиться, они должны были прикоснуться к одежде Спасителя, и тогда они исцелялись. И которые прикасались, те исцелялись. Там есть такое место Евангелия. То от апостолов достаточно было в тень проходящего Петра попасть и уже исцелиться. Ну, то есть выше даже, еще больше чудеса совершали. Да, и Воскресенье, Тавифы, Енея. Много очень таких эпизодов, где Господь показывает, насколько были сильны апостолы. Ну, и вы знаете, конечно, где как-то в свое время у меня очень сильное впечатление произвело толкование 92-го псалма царя Давида, Господь, где воцарится, в лепоту обличейся, обличейся Господь в силу и припоясася. Вот этот вот псалом, я как-то уже и говорил, как-то и считаю не лишним, тоже вот, знаете, здесь в этом контексте именно апостольская церковь. Вот это слово, вот оно акцентировано, выделено святыми отцами первых двухселенских соборов в символе веры, веру во единую святую, соборную и апостольскую церковь, обязательно апостольскую. Вот, потому что если была бы какая-то другая, то это сразу становится ересью, это сразу становится чем-то антицерковью, как только мы перестаем быть апостольской. А, вы знаете, конечно, вспоминается слова святого апостола Павла к Галатам в послании, что если даже мы, апостолы, или ангел с неба спустится и будет вам благослововать иное, не то, что мы вам сейчас вот благословим, да будет анафема. То есть, это сразу будет уже не апостольская. То есть, даже если я сам, святой апостол Павел, я вот вам сегодня говорю, вот я вам говорю учение, все, а я приду к вам через неделю и скажу, вы знаете, я что-то подумал, ну что-то я переборщил, ну что-то не то, ну блудники не наследуют Сяжество Небесное, ну что-то не то, это слишком жестокое слово. Давайте вот некоторые блудники не наследуют, или только вот такие-то, а эти вот, ну ничего страшного. Ну я пересмотрел, что-то я пересмотрел, ну например, да, нет, все, если будет иное, кто-то говорит, ну ничего страшного, ну ладно, ну апостол, когда он жил, он просто не был в контексте нашего времени, тогда не было интернета, еще всякую чушь. Ну конечно, тогда мы вспоминаем эти слова. Но чтобы вот не потерять ни мысли насчет вот этого апостольства, апостольского пророчества об апостолах святого пророка Давида, то вот в этом 92-м псалме есть такое слово, я уже не один раз где-то говорил про это, ну я думаю, что будет не лишним, кто-то не слышал. Это слово сотрение, церковнославянское слово сотрение, возмот реки сотрение своя от голосов вода многих. Ну казалось бы, такое сложное слово, да, но вот когда почитаешь толкование вот действительно преподобного Ефимия Зигабина, святителей Афанасия Великого, Иоанна Златоустого на это место, то понимаешь, какая глубина заложена там уже была в ветхозаветном тексте псалтире. Вы представляете, сотрение, ну точный перевод, это просечки русла в земле получается, да, в земле, а по ним должна бежать вода. Возмун сотрение своя от голосов от многих. То есть вот эти начнут, возьмутся, откуда они возьмутся, да, можно даже и так перевести, откуда они возьмутся, вот эти просечки, от многих вод, то есть воды потекут от голосов многих вод. Так вот, голоса эти чьи, по оттолкованиям святых, голоса это святых апостолов. Они сказали вот так, вот они проповедовали вот так, по вот этим, вот они проложили вот эти вот по земле вот эти вот просечки, по которым побежала вот эта вода евангельской проповеди. И мы все двадцать слишком, уже теперь с лишним веков проповедники Слова Божия, и лично мы даже с вами, мы следуем этими же самыми путями. Строго. Только ими. То есть мы говорим то же, что и они. И выполняем таким образом то, как нам велел поступать святой апостол-евангелист Иоанн Богослов. Все вы должны говорить одно. То есть плюрализма у нас в духовном плане быть не может. У нас апостолы сказали, и у нас не может быть плюрализма мнений, да, такого, что а я считаю. Как только ты начинаешь считать, и у тебя перестает совпадать с апостолами, то ты выходишь из этих сотрений и оказываешься в тупиках. И там что происходит с этой водой? Она пересыхает. И никуда она не впадает. Отсюда берутся и ереси, и расколы, и все вот эти нестроения церковные, а того, что люди перестают слушать голоса вот этих святых апостолов. Именно поэтому я не могу, конечно, настаивать, но порекомендовать изучать наследие святых апостолов, читать его, святого апостола, изучать его, читать толкование, потому что та глубина, которая там заложена у апостолов, жития святых апостолов, она настолько полезна для спасения души, настолько противоречит тому, как мы привыкли к образу мысли развращенному, что все равно же, знаете, в стакан, ну, нальешь ты что-нибудь хорошего, ну, и пей его, а если там уже плохое, ну, выльи его и налей хорошее, помой. Вот это у нас в церкви происходит, мы, для этого у нас и совершаются таинства в церкви, которые апостолы начали, вот мы крестим, да, ну, кто первый крестил, вот они же и начали крестить, да, вот Господь возложил на них вот эту ответственность через как бы огненные языки, шум был, и как бы огненные языки сошли на вот этих 120 человек, которые находились в Сионской горнице в Иерусалиме, но потом-то что они сделали? Они же возлагали руки, вот это называется хератония по-гречески, они же через возложение рук передали вот ту самую благодать, которая была в Сионской горнице, кому? Своим последователям, то есть даже, уж не побоюсь этого слова, нам и с вами, отец Сергий, то есть у нас с вами, людей в священном сане, священников, есть вот эта благодать, та самая благодать. Мы даже, вот когда таинство миропомаза не совершается, в каждом мире, вот это мира, которое варится ежегодно святейшим патриархом, главой церкви поместной, в частности, наш лично святейший патриарх Кирилл ежегодно варит это мира, сьерпский патриарх, другие предстоятели поместных церквей варят это мира раз в год, и в него обязательно добавляется то мира, которое сварили в свое время апостолы. Поэтому мы говорим одним миром мазанным, мы одно целое, поэтому у нас одно учение, какое именно апостольское. Сергей, одна из таких самых значимых и ярких традиций праздника Святой Троицы, когда люди приходят в храм, а он весь украшен ветвями берез, цветами, во многих храмах, особенно, в первую очередь, в сельской местности косят траву, и вот эту свежую траву застилает пол, запах свежей травы, и люди как поросе ходят по полу церковному. С чем связана такая традиция необычная, максимально ярко, красиво украшать храмы в этот день? Ну вот как раз с возрождением, с жизнью. Ведь что такое вот эта трава, цветы, листочки? Это жизнь. Это можно даже сказать про образование рая. Это вот венец весны, то есть результат весны, можно так сказать, то, что она есть. Вот у нас Великий Пост, мы же вот тоже называем весна для души, то есть когда мы потихонечку преображаемся, преоближаемся, у нас зима, случая. Вот, знаете, у святителя Игнатия Бринчанинова есть замечательное совершенно такое повествование, он описывает свое духовное состояние, соображение свое, глядя на зимний сад. Ну, совершенно потрясающий образ мысли. Что вот смотрим мы сейчас сюда на заваленный сугробами сад. Из земли, из этого снега торчат какие-то сучья, на которых, естественно, ничего нет, даже соков нет никаких в них, никакой жизни. То есть ты подходишь, можешь сломать, там будет просто палочка, которая безжизненная совершенно. В ней ничего нет, нигде, никакие там не копошатся букашки, ни птицам нечего там есть с них, они тоже улетели. В основном там одни вороны останутся, голуби, да, и им тут тоже делать нечего. Вот нету жизни никакой. И если бы не знать, что она бывает, весна, ты никак в жизни не поверишь. Никогда не поверишь, что эти сучья почему-то вдруг потом на них появятся листва, какие-то яблоки будут висеть. А как так можно поверить, если ты не знал бы этого? Ну, просто опытно, что будет весна после зимы, а вот возьмёт и не будет. И что ты сделаешь? Ты будешь с этим? Да Господь делает. И Он вот через вот эту смену времён года нам даёт понять, что будет воскресенье. Обязательно будет. И вот когда именно Троица, в день Святой Троицы, как раз день рождения Церкви, вот эта традиция, она отсюда и взялась, что жизнь, вот она, жизнь, венец жизни, вот она, зелень, вот оно, вот это живое. Поэтому и украшается и цветами, вот образованием рая, что вот и будет у нас такая же радость тогда, в своё время, вот там, на небесах. Но только она даже будет не такая, а та радость, которую око не видело и ухо не слышало и на сердце не восходило человеку, то, что готовил Господь, любящим его, как святой апостол Павел нам обещает, он видел, он видел, в теле или не в теле, не скажу, да, но он был восхищен на третье небо и видел ту радость, которой невозможно достичь здесь на земле и даже сформулировать невозможно. Но, во всяком случае, мы верующие точно знаем, что ту радость, которую Господь даёт, она, вот это и есть настоящая, она не переходящая радость, она всегда вот у нас с нами, вот пасхальная радость, она должна всегда быть, тогда ты никогда не будешь унывать. Вот, как преподобный нам советовал Серафим Саровский, как он встречал людей, радость моя, ну, для него была радость, что он встречает людей, образ Божий, да, какой бы ни был, он всегда говорил, радость моя, и вот у него есть вот это замечательное обращение, радость моя, Христос воскресе, да, казалось бы, уже пасхальный период вот закончился, да, и что делать, а нет, вот, он круглый год это говорил, всегда, это косвенно подтверждало его другую теорию, радость моя, нет нам дороги, унывать, унывать мы не можем. Обращаясь к посланиям апостола Павла, который пишет, что всегда радуйтесь, непрестанно молись, что человек исполнял в реальности слова Священного Божьего. Волю Божьей, он же, ведь меня тут как-то спросили, а как узнать Волю Божью, а что тут узнавать, в Священном Писании написано, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите, потому что это и есть Воля Божья, в Христе Иисусе, там правда как написано. То есть, как ты можешь радоваться и одновременно и печалиться. И вот, знаете, самое точное определение вот этого состояния как правильной радости дал в двух словах преподобный Лествичник. Седьмая ступенька в его тридцатиступенной Лествице в его седьмая называется радостотворный плач. То есть, плач о своих грехах никак не препятствует тебе радоваться о воскресении Спасителя и никак не мешает тебе радоваться тому, что ты в церкви. То есть, у тебя вот это сочетание очень сложное на самом деле. Как это может вроде как уживаться? А вот духовно может уживаться. Когда ты не отчаиваешься и в то же время не находишься в состоянии вот такая есть состояние прелести, когда а я уже спасусь, уже все, автоматом, я уже сколько лет в храме, куда я тянусь? То есть, ну, мне уже приелись ваши праздники, все это уже одно и то же. Ну, так это уже формально к этому уже относится. Ну, конечно, куда же мы же не ехали, чтобы не ходить? Мы, конечно, ходим. Ну, кстати, в результате вот этой формальности Господь это тоже много раз показывал, как он не очень любит, когда формально к нему. И кончается это тоже революциями и все прочее. Когда формально надо было обязательно привнести бумагу, что ты на исповеди был там раз в год. Да? Тоже мне православие. Так не работает. А все мы с вами знаем такую, вот кто не знает, знаете, невольник, небогомольник. Нельзя заставить молиться. Вот когда молитву превращают в орудие наказания, а раз так, то давай молись. А я не хочу, если то что. Нет, все равно. Тебе вот наказание такое. Ну, как может быть это наказание? Ведь это же радость молиться. Это же радость наоборот. Вот даже того же преподобного аналесовичника есть замечательный тоже такой момент, чем отличаются те, кто любит молиться и кто не очень. Вот у нас как-то мы затрагивали эту тему, вот как раз тоже очень важно. Кто как относится к молитве, особенно к общей церковной, вот молитве, которая одно и то же, как бы вот это в калычки поставим. Монах. Ну, там речь идет о монстре. Монах. Ну, это у всех нас конечно касается. Когда слышат Билла, ну, такой колокол, ну, такой деревянный там, в той традиции на Афоне, там, в Греции, позывные, что надо всем сейчас все бросать, все свои послушания, дела и обязательно собираться сейчас на общую соборную молитву в храм. Он, вот, есть неродивый и усердный монах, вот, который, усердный монах, который любит вот это, что наконец-то сейчас молиться, какая радость, да, ура, да, как у ребенка, ура, мы едем туда-то там, куда-то там, не знаю, в кафе, какое счастье, или там, ну, какой-то аттракцион, ой, вот он все равно с подушевлением, с подъемом, да, вот и мы, когда, ой, в храм, какая радость, никогда не в тягость в храм, это наоборот, это радость, небо, конечно, конечно, там же алтарь, там же дары святые, там все, там радость, там покой, мир, какое через это, через пень-колоду, какое из-под палки, с радостью, вот, этот усердный монах, вот такой, который я описываю, он говорит, слава Богу, слава Богу, бросая все свои послушания и бегом, поспешая, ну, быстренько и шагом устремляется в храм, а другой, он тоже, он такой же основательный, он там, ну, допустим, послушание, не знаю, киота какие-нибудь вырезать, или иконы писать, или еще что-нибудь, или на огороде, любит он это дело, но молиться, вот это, не очень любит, и поэтому, когда он слышит, вот эту соборную службу, он, ну, чуть-чуть осталось, не доделать, ну, сколько можно, сейчас, сейчас там опять молись, а потом снова начинай, вот он говорит, так интересно, вот этот нерадивый, кстати, с этой точки зрения, по-английски, говорит так, увы, увы, у нас жалко, что прикладится бросать сейчас, важное дело, ради какой-то там вот молитвы, молитвы и так каждый день, а я могу и сам помолиться, а вот соборная, вот соборная церковь, вот в чем у нас праздник, еще Святой Троице, соборная, мы должны собираться в церкви, собрание, так ведь у нас называется, на общее дело, такое у нас общее дело, у нас одно общее дело, есть церковь, литургия называется. Ну, как себя приучить все-таки, ходить в храм каждый с ксениями? Ну, как и любое, вы знаете, как и любое делание, вот собрался ты, например, допустим, какой-нибудь физкультурой заниматься, ну, надо что-то вот, я прям вот, вот совсем уже не в форме, да, надо вот, тогда ты себя берешь и понуждаешь, ну, там, не знаю, бегать по утрам, или, не знаю, поджиматься, или на турнике подтягивания. Вот 10 лет назад, последний раз подтягивался, надо все-таки возобновить, но вот, вот надо возобновить и правда возобновить, это очень большая дистанция. Ну, как правило, сначала с понедельника я начну что-нибудь делать, и потом, если ты вдруг все-таки начал, и правда стал каждый день что-то делать, то потом у тебя на это время как-то и находится. А поскольку ты, у тебя тонус повышается, ты себя, правда, сто раз лучше чувствуешь, то тебе и бросать-то жалко, и ты даже не понимаешь, как можно не. И как же так я, зачем я эти 10 лет не делал так? Это всего лишь 5 минут занимает, а я вот не делал, а был бы в тонусе еще лучше бы, но ничего, зато сейчас я в тонусе, и чтобы мне это бросить, нет уж. Это уж если физическое, да, то насколько же духовное важнее физического, чтобы дух был в форме. И поэтому, конечно, когда ты начинаешь вот так, знаете, сначала из принципа, ну, враг, он же не любит это дело, он же начинает сопротивляться, а я из принципа, нет, воскресенье, как же, погоди, кто меня любит, заповеди мои соблюдает, говорит Господь. Господь дал заповедь, 6 дней делаешь свои дела, 7 день Господу твоему. Где я могу быть в это время? Ведь Господь в книге Левит, он предупредил. Ну, там просто это очень долго читать, это слишком нудно, да, но там есть очень важные слова, что вот те, кто будут у нас не соблюдать вот этот день субботний, то, ну, во-первых, там вымливаются камнями исторгницы душа, там, из рода сего и так далее, ну, там, там такие проклятия еще, плюс ко всему. Так вот, если что-то будете делать в это время, в мой день, то, ну, и так на наш сейчас язык перевожу, посеять что-нибудь, пожалуйста, посеять, да, ничего не взойдет, если взойдет, то сгниет, ну, не дам я вам урожай, хотя, казалось бы, самый благоприятный день для посева как раз и погода хорошая, и все. Понедельник, пожалуйста, субботу, пожалуйста, воскресенье, извините, не дам. Захотите что-нибудь отремонтировать? Пожалуйста, начинайте. Доломайте. Захотите что-нибудь сделать? Все через пень колоду. Кто в воскресенье ничего не делает, убирается, все через пень колоду. Потом все равно все переделаешь, если ты работай в это воскресенье, Мы не берем конвейеры или какую-то военную службу Или оперирующего хирурга Мы берем обычную жизнь Обычного человека У тебя есть ритм Воскресенье у нас выходной В стране, слава богу Выходной, когда время Божье Чтобы мы могли делать Добрые дела Захочешь выспаться, пожалуйста, только голова Потом неделю будет болеть, а так ничего Но хотя бы даже из этих соображений Даже можно сказать так меркантильных Я должен быть в храме По крайней мере тут я в безопасности Я на корабле Здесь в это время бушует все А я на корабле И все, начинаешь так делать Потом всего лишь Наблюдая за тем, как ты всего лишь Эту западу Начинаешь соблюдать, у тебя в жизни все меняется Я, честно говоря От опыта говорю, от личного У меня все время так и было Я тоже подумал, а почему Я должен семь дней работать Когда Господь сказал Это мой день Нет уж Буду-ка я в храме Загорываем Как говорится, лавочку И все И по воскресеньям совершенно перестал Через три воскресенья Я заметил, что у меня В остальные шесть дней Я стал успевать Но прям в десять раз больше Не на двадцать процентов Не на три А просто в десять раз Ну, может, больше, чем в десять Ну, может, в восемь раз Ну, во всяком случае Я понял Нет-нет Все ясно Господь всемогущий Он хозяин времени Он его Тогда Организовывает Тебе Так что Ты спокойно живешь Так что Вот Ну, такими, как говорится Нехитрыми Аргументами Я себя приучил По воскресеньям Ходить в храм Ну, что Чего Я, кстати говоря Я рекомендую, конечно Взять на вооружение Тем, у кого Через пенька Потом ты любишь Потом, наоборот Живешь от воскресенья до воскресенья Здесь у тебя мир Суета и все прочее Мир возле лежит А ты на небо Раз в неделю Раз И в неделю Раз Оказываешься на небе Но Лучше Почаще быть на небе А лучше вообще с него не уходить Не все, как всегда, получается Связано-то с работой И с житейскими делами И вот все-таки Как День Святой Троицы Как его правильно провести? Ну, конечно, так же Как и любой праздник Сначала Прийти на всеночное бдение Накануне Потом прийти на самую службу Святой Троицы Она длинная служба Святой Троицы Там Ну, во многих храмах Вечерняя присоединяется К литургии И там читаются вот эти Замечательные Ну, я бы назвал Великолепные Три Вот этих коленопреклоненных молитвы Мы первый раз в это время Встаем На колени И мы С воодушевлением Почему на вечернюю службу Очень важно Мы с воодушевлением И с радостью Наконец-то Начинаем петь Ну, уже пососкучившись По этой молитве Царю небесной Утешителю души истины Вот мы призываем Духа Святого Это специально Так в церкви Премудро сделано Ну, чтобы Пасхальный период Это Молитвословие Отменяется Чтобы Ну, мы Ощутили Насколько Вот Сосшествие Святого Духа На апостолов И на нас тоже Когда мы Оказываемся в храме И вместе Начинаем петь Этот Эту молитву Царю небесной То, конечно Ну, это непередаваемо И тут Как-то так не объяснишь Это я своими Вот делюсь Как я это ощущаю Ну, надеюсь, что и все Мы так православные Ощущаем Особую Сугубую радость Что вот Все Вот Дух Святой сошел Можно теперь спокойно жить Ну, и потом, конечно Утром Само собой Мы идем на Причастие Ну, и просоведоваться С вечера там Потом придем На службу Почистимся Все эти молитвы Послушаем Постоим на коленях Ну, потом, конечно Трапеза Празднование Ну, что-то Это Ну, и можно, конечно И на природу Можно Никого греха нету То есть В данном случае Как всегда Главное Не перебарщивать Апостол Павла Пишет, что Все мне можно Но и все полезно Кстати говоря Насколько Как правильно относиться И как правильно понимать Вот эти слова Апостолу Павла Ну, там у него еще Он продолжает Все мне можно Но ничто мной Да не обладает Как бы разъясняя Вот это Потому что Вообще-то У нас многие Пользуются Для своей жизни Такими критериями Нравится Не нравится Интересно Неинтересно Хочу Не хочу Надо Не надо Можно Нельзя А это Все неправильные Если без Бога Все неправильное Вот это А какое правильное Полезно Вредно Что мне полезно Добро пожаловать Что мне вредно Извините Да Вот Это Вот это все решает То есть Поэтому Все мне полезно Да Может быть И все мне Может быть вредно Как святой Иоанн Златоуст Говорит Если человек сам себе Не навредит Навредить ему Не может никто То есть Это Я себе Наношу вред Неправильно В храм Без благоговения Вхожу Без страха Божия Как ну просто Вот хожу Там по нему Балтаю Там как-то О природе О погоде Там О всякой Молодежной моде Вот этой О всякой ерунде Да Как дела То все Во время Богослужения Еще если еще Усугубить И так Без страха Божия Получаю Колоссальный вред Для своей души Потом Еще удивляюсь Почему-то у меня Скорби какие-то Добавились Которых не должно Было быть Я же в храм ходил То есть От контакта С небесным Я получаю вред Если я к нему Без благоговения Отношусь Феноменальная Вещь Даже бы сказал Феноменальная Наглость Так вот себя Вести В церкви Божьей Вот Поэтому еще раз О благоговении И Когда я пользу Это получаю Когда я смиренным Дается благодать Я со смирением Я как раб Божий А не как Один уровень С ним Себя пытаюсь ставить Да Как раб Божий С благоговением Вот это Ну это Потихонечку Знаете Так быстро Все меняется Вот Когда Только начиналось Все это В 90-е Возрождение Церкви Божьей Какое было благоговение Какие собирались Десятки тысяч людей Собирались Крестные ходы Такие там были Города все Перекрывали Там в день Престольного праздника Города Скажем Там В Костроме Там Федоровская Божья Матерь Или Или в Пскове Когда Великой Княгиня Ольга Там все Я Когда там был Там рассказывали Я в сам день Не был Но вот В сам день Великой Княгини Ольги 24 июля Все Огромное количество Храмов Пскова Служили Литургию В одно время Там сговаривались Потом Начинали Служить Молебен Одновременно Каждый В своем храме А потом Все вместе Возглавляемые Митрополитом Псковским Приходили К Кремлю Крестными ходами Весь город Перекрывали И все так Чтили Великую Княгиня Ольга Сейчас Не знаю Может быть Сейчас Я это сохранял Традиции Или в Серпухове Там Неупиваемая чаша То же самое Там Встречный Крестный ход Из Высоцкого Монастыря Мужского Из Владычни Женского С иконами Вот этими Чтимыми Матери Божией Десятки тысяч Людей Со всего Мира Приезжали Вот какой был Подъем А сейчас Как бы это Ну уже Вот можно Мы уже Привыкли Уже Уже Мы уже Не верим Что могут быть Какие-то гонения Мы уже не верим Что может что-то Быть такое Уже все Стабилизировалось Поэтому уже Можно Как сказать Ну институт церкви Уже как-то Использовать Для каких-то Своих там Целей Ну Господь Такое Не Не Благословлял Он Говорит Со страхом Божиим Лучше Мы будем Это благовение Сохранять В себе И в наших Детях Спасибо Отец Сергий А всех вас Дорогие Телезрители С радостью Приглашаю День Святой Троицы Посетить Храмы Божии И С радостью Принять Участие В богослужении Да хранит вас Господь День Святой Троицы